Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Добро пожаловаться. В десять утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Мы коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос. У меня было без господина Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться. Вот таков наш закон. Всем еще раз добрый день. Начинается программа Добро пожаловаться. И на ваши вопросы сегодня отвечает председатель правления Центра консультации собственников квартир. И председатель Дома управления БАКа-2 Сергей Сидорко. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Сразу напомню. Средства связи по телефонам прямого эфира. 6-7-212-93-9. 6-7-213-93-9. И также можно писать нам на WhatsApp. Номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. 2-0-0-0-6-1-9-1. И вот буквально за 3 минуты до новостей нам пришло такое сообщение. Уважаемый господин Сидорко, будете ли вы снижать температуру подогрева теплоносителей в своих теплоузлах, как это сейчас уже рекомендуют наши власти? Ну, я не могу до конца ответить на ваши вопросы как-то утвердительно. Да, мы планируем, во-первых, произвести более точную настройку теплоузлов. С целью, понимаете, вопрос вот в чем. Какую температуру поддерживают минимальную в квартире? 18-19-20-21. Раньше мы на это не так строго смотрели. 19-21 был разброс между квартирами. Сейчас, наверное, придется держать ближе к 18 градусам, как это предусмотрено в нормативе. Это первый путь, по которому мы пойдем, но при этом мы будем это согласовывать с собственниками квартиры. Возможно, они будут считать, что они способны оплатить и больше. Это первое. Второе, то, что мы планируем, мы все-таки сейчас проведем массовую кампанию по правилам гигиены, пользования горячей воды. И, соответственно, постараемся перевести подачу, график подачи горячей воды так, чтобы вода оптимально, ну, вернее, наиболее высокой температурой подавалась в часы максимального разбора. В остальное время она имела бы поддерживающую температуру, там, 44-48 градусов. Не вещи, которые мы планируем делать. Но это по согласованию с собственниками. Все-таки собственники будут сначала проинформированы, и кто будет недоволен, будет иметь возможность повлиять на эти решения. То есть, такая вот схема была бы, ну, вполне логична и в других бы домоуправлениях. То есть, собственники могут обратиться в домоуправление и попросить вот разъяснить им эту ситуацию. Понимаете, здесь проблема в общем, что, как я уже неоднократно говорил, есть холодные квартиры и есть перегретые квартиры. И там, где нет индивидуальной регулировки подачи тепла в квартиры, эта проблема не снимается. Поэтому, когда я говорю 18 градусов, я имею в виду квартиры, которые именно, условно говоря, холодные. В теплых все равно будет намного больше. Вот в чем проблема. И эту проблему снять вот так просто на раз одним щелчком невозможно. До 15 октября управляющие должны предоставить жильцам планы ремонтных работ. Вот, может быть, можно прокомментировать, что должны знать люди, что им предоставят, в чем заключается план, можно ли на него повлиять, можно ли, есть ли какая-то разница между теми домами, которые переняли жильцы, а и тех, где Ригас нам упарвал дне, с которыми управляет. Ну, требование закона общее, вернее норматива, но оно не совсем логичное, я считаю. Потому что, в чем смысл до 15 октября, мне не совсем понятно. Как раз таки в октябре заканчивается интенсивная подготовка зданий к зиме, соответственно, все основные проблемы должны быть сняты. Да, есть ряд работ, которые можно планировать, там, типа, замены окон, скажем, на следующий год в помещениях общего пользования. Еще что-то, что явно не вредит зданию, ну, тех дефектов или производства тех улучшений, которые явно, наличие которых не вредит зданию, но можно запланировать на следующие годы. Мы обычно приняли решение и переносим принятие планов на весенний период, в связи с тем, что обычно после зимы вскрывается очень много таких веселых вопросов, которые нужно будет решать. Зимний период всегда – это очень сложный период и очень тяжелый период. Но, в принципе, планы, да, должны быть составлены. Это работа, которая планируется, причем это не мелкие работы, это капитальные работы, которые планируются на будущий период, может быть, год-два. Отличия большого между домоуправлением, реческой новикой с новым паром, и перенятыми домами я не вижу, потому что смысл один и тот же – это инженерная подготовка и техническое обслуживание, и ремонт зданий, текущий ремонт зданий. Здесь ничего такого необычного нет. Могут ли жители повлиять? Да, конечно. Потому что, согласно законам, во-первых, там, где переняты, и жители, собственники сами управляют домом, они имеют право либо принять решение о том, что дают полномочия определенные управляющим принимать решение о необходимых ремонтах, а могут оставить это право за собой, и они тогда должны просто решать и принимать решение с того набора, что предлагают управляющие. В Вигас-Навом Паромниксе планируется, в Вигас-Навом Паромниксе инженерная служба Вигас-Навом Паромниксе, но собственники квартир могут согласиться или не согласиться с этим планом процедуру на обратил их прописи. Какие сроки после публикации, каким образом жители могут повлиять на планирование, на включение или исключение из данного плана определенных мероприятий, изменение затрат и так далее. То есть там, да, везде влияние возможно. Если есть желание и инициатива менять. Ну, то есть и приоритетность, например, работ, если там считают, что важнее, я не знаю, там, отремонтировать крышу, и чем там покрасить подъезд. К сожалению, чаще всего бывает наоборот. К сожалению, чаще всего бывает наоборот. Но да, на приоритетность, на порядок, это тоже может повлиять. Также это можно повлиять на выбор исполнителя. Для этого предусмотрена так называемая схема с трехсторонним договором, где, если собственники не согласны с предложенным ценовым решением либо с исполнителем, то собственники имеют право заключить договор с теми, кому они больше доверяют, но при этом домоуправление будет, ну, в качестве транзитного денежного пункта. То есть они будут вносить деньги на ремонт на домоуправление. Домоуправление по мере подписания соответствующих документов собственниками квартир будет перечислять деньги тем, кому доверили собственники ремонтной работы. Но надо помнить, что в этом случае вся ответственность за качество и последствия такого ремонта ложится на самих собственников. То есть тоже жаловаться тогда некому на самих себя. Вы выбрали, вы настояли на своем варианте. Возможно, он будет прекрасным, я ничего не говорю. Возможно, он будет удачным, возможно, не очень, возможно, не удачным. Но тут уже все зависит от того, из-за чего и почему, кто кому чего не доверял. Еще раз напомню, телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Звоните, задавайте ваши вопросы, если что-то не ясно, с чем-то согласны или не согласны. Или пишите нам на номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. 2-3-0-6-1-9-1. Вот, может быть, если затронуть такой вопрос, как парковочные места, парковки. Понятно, что во дворах наверняка ведь не хватает мест для всех вот эти конфликтные ситуации. Насколько закрепляется вот место, я не знаю, там человек ставит все время свою машину на одно и то же место. Вот насколько он имеет право вот на это, если вдруг чья-то другая машина заняла это место. Или, например, кто-то приезжает в гости вот к человеку, живущему в многоквартирном доме, он оставляет свою машину во дворе, а потом возникает конфликт, что он занял чье-то парковочное место вот из жильцов этого дома. Давайте начнем с правил дорожного движения, что, в принципе, стоять машины могут там, где это разрешено, где нет запрещающих знаков. Если дом на своей прилегающей территории выделяет зону парковки, он устанавливает соответствующие дорожные знаки. Дорожные знаки устанавливаются в полном соответствии с требованиями правил дорожного движения и нормативов. И в этом случае на дорожном знаке ставится стоянка запрещена или стоянка разрешена для кого и на каких условиях. То есть есть знаки, которые ставят в три домовых территориях, на прилегающих земельных участках. Стоянка, допустим, запрещена с 18 до 8 утра. Люди ограничивают собственники квартиры, ограничивают право останавливать машины в этот временной период. Есть знаки, которые говорят, что только с пропусками. То есть только с разрешениями. Мы, как правило, мы говорим с вами, если вообще никаких знаков нет, то стоять может любой автомобиль на любом месте, которое свободно и которое, опять-таки, не ограничивается правилами дорожного движения. Есть свои ограничения. Но если никаких знаков нет, то любой житель или не житель Латвии может подъехать, если это не противоречит правилам дорожного движения, оставить свой автомобиль на свободном месте. У дома, не у дома, это не важно. Второй случай, когда мы имеем знаки. Допустим, мы в своем кооперативе, большинство собственников квартир, домов приняло решение о том, что, во-первых, это, скажем, право пользования этим земельным участком, который является функционально необходимым. Право пользования есть равное у всех собственников квартир. То есть независимо от того, есть машина, нет машины, молодой, старый, я не знаю, еще что-то можно придумать в качестве отличия. Но он имеет право использовать эту землю для стоянки при условии, что есть свободное место. Никаких приоритетов внутри, что вот я всю жизнь заставил именно у этого колышка, и теперь будьте добры, никто не подъезжайте, не ставьте машину, таких вещей нет. Это чисто на характер, это чисто на наглость, я бы сказал, такие требования. Правда, есть другие случаи, с ними я сталкивался, когда, допустим, у дома, большого дома, ну, есть возможность поставить 3-4 машины и все. Хотя там квартир больше 60. Но в этом случае иногда люди решают так, но это решение собственника. О том, что тогда давайте разыграем, устроим аукцион на эти стояночные места, то есть направо ставить туда машины. Ну, по принципу, скажем, кто больше денег предложит вам взрослый на ремонтный фондон. И таким образом часть, там, те, кто не может, они между собой соревнуются, предлагают какие-то условия. Ну, я не скажу, что выкупают, это пользуются этими местами на возмездной основе, возмещая это путем уплаты повышенных взносов в накопительный фонд. Такое тоже бывает. Но на характер просто, что я вот здесь ставил всегда машину, и это место за мной зафиксировано, такого места, такого нет. У нас, между тем, есть звонок. Здравствуйте. Добрый день. Доброе утро. Вы знаете, вот как... Мы не поменяем, конечно, но здесь бы все-таки как-то надо было поменять законодательство. Вот что значит свободные места? Ну, у нас там как двор. Соседних домов, они там заставили уже свой полностью. Пораньше приехал, поставил даже перед нашими окнами, перед дверью. А наши как бы жили собственники, уже попозже приехали, им нет места, им надо искать, где поставить. Вот. Ну, это тоже ведь не дело. А тут, знаете, знаки со знаками тоже. Тут у нас один собственник земли, он почему-то, так сказать, против того, чтобы даст разрешение, в общем, свое согласие, чтобы мы могли поставить такой знак. Вот и проблемы, да. Чужие заставят, скажем, приедут 6 часов, заставят своими машинами. А мы, в конце концов, мы же за эту землю, пусть она арендованная, мы же платим арендную плату, мы должны сборника содержать, чтобы там убирать. Они приехали, поставили еще другой раз там свои эти коврики, вытряхли и поехали. Спасибо. Спасибо. Когда дом стоит на частной земле, такая проблема может возникнуть, если собственник земли не хочет давать развещение. Потому что одно из условий для установки знаков, это является вещание собственника земли. либо 51% от собственников квартир, если земля принадлежит всему дому, этот участок, решает о том, чтобы устанавливать знаки, либо собственник земли. Но надо коммуницировать. Там может быть проблема в другом, в том, что у собственника единый большой участок, на котором стоит несколько многоквартирных домов, и он неподеленно, не функционально необходим, и там это нужно вещать. Но нужно коммуницировать с собственником земли, почему он не хочет, что ему мешает. То есть здесь найти эту причину и проговорить свои желания, объяснить их логически. Я не утверждаю, что в результате этих переговоров вы достигнете результата все-таки. Собственно, в данном случае по латвийскому законодательству собственник это некое священное лицо, которому там принудить ни к чему нельзя. Но, допустим, в моем случае в результате переговоров мы легко достигли соглашения. Ну вот, каким вы видите более логичным решение, потому что понятно, что вокруг дома есть ограниченная территория, на которую можно поставить машину, а возникает очень много в повседневной жизни проблем. То есть чаще всего владельцев машин сейчас гораздо больше, чем парковочных мест. Есть ведь ситуация, когда приезжают на машине действительно в гости, например, провести там вечер или там какое-нибудь мероприятие. Есть специальные машины, которые развозят продукты, возят, не знаю, питьевую воду и так далее и тому подобное. И вот куча проблем, которые возникают именно с тем, что если нет парковочного места, какая здесь может быть логичная, но более логичная, спокойная решение этой проблемы? Все-таки вот эти знаки? Да-да. Я могу сказать так, что начнем с того, что разгрузить машину, любую машину, в том числе коммерческий транспорт, некоммерческий транспорт, можно, потому что правила не запрещают останавливаться для погрузки и разгрузки. Либо пассажиров, либо товаров, либо вещей, которые привезли. Здесь ограничений нет, потому что машина подъехала, кратковременно постояла и уехала. Это первое. Второе. Да, ни в одном доме практически я не видел так, чтобы было сбалансировано количество квартир, или количество машин, которые имеют собственники. Давайте вспомним, что у некоторых семьях не одна машина, даже не две. Есть и такие. У меня были такие клиенты, которые приходили и говорили, что ко мне приезжает массажистка, визажистка, репетитор их, школьникам, и всем нужно дать разрешение на стоянку. Набиралось до 10-15 разрешения. Поэтому дальше я считаю, что логично и законно, но исходя из логики закона, каждому собственнику дать равное право пользоваться этой землей. Я не говорю, что он будет пользоваться или будет иметь возможность воспользоваться этим правом, но право у него должно быть. Но значит, в нашем случае мы на каждой квартире выдаем одно разрешение на стоянку. В чем смысл? Да, всем не хватает, но смысл заключается в том, что если человек приезжает и видит, что места нет, то он знает, что в этом случае стоят только собственники квартир. Такие же люди с такими же равными правами. Если, не дай бог, кто-то затесался, то можно вызвать полицию. Относительно гостей. Да, поднимается вопрос. Но у меня вопрос такой. Первый, с чем я сталкиваюсь, а что такое гость? Это приехавший к тебе повыпить чая или который на два месяца к тебе приехал? Ну да. А может, и на год. Вопрос с гостеванием весьма и весьма такой интересный. Поэтому я, мы в кооперативе, опять-таки, большинство домов приняло вещей на такое, что если ты очень уважаешь своего гостя, отгони свою машину на бесплатную стоянку и дай свое место гостю. Если ты сумеешь его зарезервировать, потому что, как правило, когда начинают собираться вечером гости, все уже стоят места за ним. Но ситуация такая. Либо встретить гостя, я не знаю, но я здесь не могу дать рекомендации, но опять-таки можно по-разному. У дочки в доме, она живет под домоуправлением, там они под РНП, но там на каждой квартире выдается один постоянный пропуск и два гостя. Соответственно, там могут стоять три, на одного собственника могут стоять три машины. У нас, между тем, звонок. Здравствуйте, да. Пожалуйста. Да, здравствуйте. О, у меня типа реплики. В ЗЭПниках у нас со всех сторон полупустые автостоянки. Но у домов настолько налеплено машин, и даже фургоны мебельные, вот люди снимают у нас жилье, по две фургоны вот этих мебельных ставят прямо перед подъездами. Но не так дорого стоят эти автостоянки. Были 20 евро в месяц, сейчас, может быть, 30 евро в месяц. Но я не знаю, зачем демонстрировать свою вот эту вот красоту, что, ну, некрасиво ходить к дому подходить. Спасибо. Спасибо. Да, ну вот, кстати, вопрос, насколько действительно это эстетически, то есть, с одной стороны, очень удобно, когда ты спустился, сразу у тебя машина под окнами, а все-таки, наверное, может быть, это не так эстетично, когда весь двор забит машинами, и пройти тяжело, и... Ну, тогда уже начинается вопрос не к домоуправлению, а к муниципальным властям, к местному самоуправлению. Тогда уже нужно регулировать так, если оно должно оценивать, достаточно мест стояночных на автостоянках, и каким образом мотивирует людей переставлять туда машину. Потому что кто-то скажет, что 20-30 лет это немного, а кто-то возьмет и побледнеет, потому что это для него вопрос жизни в несколько дней. Трудно очень сказать, и мне трудно это комментировать. Да, лучше было бы, если ты выходишь, у тебя с одной стороны под окошком цветочки, тут тротуар, и дальше свободная дорога. Это было бы лучше, чем ты упираешься, выходишь и упираешься в автомобиль, и в то, что каждое утро начинается рев, и гул там, и всякие шумы, которые происходят, когда машины запускаются, особенно зимой. Более того, этот транспорт мешает уборке. Периоды интенсивного листопада, снегопада, это все под этими машинами скапливается, особенно теми, которые стоят по несколько дней, там скапливаются всякие мусорки, все это создает неприятности. Но эту проблему я не знаю, как решить. ее можно пытаться как-то регулировать, но вещить ее, по-моему, не возможно. Еще один звонок, принимаем 6, 7, 212, 93, день, здравствуйте. Да, пожалуйста. слышите меня, Вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, например, дом, пятиподъездный, да? И можно ли ставить на тротуаре машины, ну, частные машины, да? А люди с калясками и так идут по проезжей части. Можно ли? Правилами такое неразвещательность. Стоянка на заявленной зоне. Я вам не скажу ни названия улицы, ни названия дома, но вот стоят уже второй год. Вызывайте муниципальную полицию. Муниципальную полицию. Муниципальную полицию вызывайте. Муниципальную полицию и все? Да, и все, они приедут, и если нарушены правила парковки внутри квартала, они всех оштрафуют. Когда человек получает квитанцию на 40 евро, он очень быстро начинает соображать. Все поняла. Теперь вот скажите, пожалуйста, например, живем на пятом этаже, да? Второй, третий, четвертый у них тепло, и зимой, и весной, и осенью открыты окна. А мы на пятых этажах замерзаем, потому что не сделано, не положено покрытие, ну два ряда я назову просто, ну не вата, а как-то по-другому называется, да? Почему не утеплить чердак дом управления? И на пятом этаже вот все четыре подъезда все мучаемся, потому что почему бы вам не принять решение домом 51% голосов о том, чтобы почему бы вам не собрать собрание и 51% голосов собственников не принять решение утеплить ваш чердак? Это очень просто, это не так дорого. Ясно, я понимаю. Это ваше решение, это первое. Второе, такое мероприятие спасет вас не только зимой, но и летом, потому что, насколько я понимаю, летом вы там находитесь в такой финской бане постоянно. Нет, да, а летом у нас 62 градуса жара, вот так. для этого надо утеплять чердак. Стоит это максимум 10-12 евро один квадратный метр чердака, чтобы утеплить, но хорошо, если у вас пятиподъездный дом, у вас, значит, где-то тысячи квадратных метров, считайте. 8-10 тысяч заплатите и будет у вас и экономия тепла, и комфортные условия проживания. Эх, все понятно, все понятно, извините. Да, пожалуйста. А вот мне не совсем понятно, почему вот женщина как бы так вздыхает, и... Потому что принять решение никто не хочет. Инициатором выступить этого решения, вот ходить и убеждать соседей, что это надо сделать, тоже никто не хочет. Как правило. Может быть, женщина в данном случае. Как она говорит, я не буду указывать пальцем, но, как правило, люди приходят с хорошими, светлыми идеями. У нее же вопрос звучал так как, а почему домоуправление нам не сделает? А у меня вопрос, а имеет право домоуправление вам это сделать? Нет, без вашего решения не имеет. То есть, это не неотложные работы, это не те работы, которые мы обязаны делать в любом случае и не сомневаться. Это не течет, это не разрушается, это просто улучшение. Без собственника здесь никак. А вот мы, опять-таки, я понимаю, упираемся в то, что второй, третий, четвертый этажи живут себе припеваючи, а пятые этажи всех подъездов, они как раз мучаются. То есть, получается, что у них 20 процентов, ну, то есть, вот если мы берем пятиэтажный дом, жильцы составляют 20 процентов. Как убедить еще 30 процентов встать на свою сторону? Ну, видите, это извечная проблема. С ремонтом крыши то же самое. Течет на пятые этажи, а холодно еще из подвала первым этажем. Вот у них вечная борьба. Вот эти 20 процентов на первом этаже хотят утеплить что-то в подвале, 20 процентов наверху хотят утеплить, сделать крышу. А посредине ничего не хотят. Пока до них не дотечет. Ну, это вечная проблема. На самом деле, нужно работать с людьми, вот и все. нужно работать, нужно общаться, нужно в конце концов понять, что мы в воле обстоятельств, вот каждый дом нас загнали в один большой колхоз. Ну, так или иначе по жизни, я не знаю, правильное ли слово там загнали, но мы попали в один большой такой коллектив, где мы должны между собой общаться, должны ставить приоритеты и принимать решения. Хочешь ты этого или не хочешь. Когда не хочешь, тогда кто-то другой за тебя принимает. минимально необходимые решения и не всегда это хорошо. Ну, что здесь сказать? Больше ничего не могу. 6-7-212-93-9, мы принимаем ваши звонки. Здравствуйте, доброе утро. Говорите, пожалуйста. Простите, очень плохо вас слышно. Я вас попрошу перезвонить. Тут что-то со связью, с линией именно. Я напомню, телефоны 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. На ваши вопросы отвечает председатель правления в Центре консультации собственников квартир. Сергей Сидорко, еще раз, еще одна попытка. Здравствуйте. Добрый день, еще раз. У меня такой вопрос. Кончается отопительный сезон. Кто должен защищать отопительные сезон, если здесь трубы, горячие, холодные воды, организаторы, которые обслуживают и дают вам тепло, или все-таки домоправление заказ подавать. И второй вопрос у меня. Как это отрегулировать тепловой, чтобы было всем комфортнее и на пятом этаже, и на первом этаже. Дело в том, что, когда мы подаем заявку, говорим, что у нас первый этаж угловая квартира, температура холодная, 18 градусов. Я говорю, это норма. Так я говорю, у меня это норма была еще до начала отопительного сезона. Вопрос, зачем я плачу деньги, чтобы сидеть при тех 18 градусах. И тогда возникает вопрос, а вы нам напишите заявление, а вы нам позвоните, вы звоните, едет день, два, три, и потом приезжает, король-король, покручили, день, два, нормальная, потом снова опять такая же ситуация. Опять надо звонить, опять надо выяснять отношения. Так вот, что надо сделать, чтобы был 51% до маза или до следующей одному человеку пристать претензию о том, что у него в квартире холодно и это сделают. Как быть правильнее, как быстрее сделать это дело. Насколько я понял, первая часть вопроса звучала, кто должен чистить трубы? Да, отопительную систему горячей, холодной воды, отопительную систему радиатора и все эти очищать. Ну, я вам отвечу так, что на самом деле обычно это никто не делает в нормальной эксплуатации мусора. Если мы говорим про отопление, то система отопления замкнутая и там не может появиться мусор вообще. В качестве теплоносителя используется специальная химическая жидкость, и там ничего не должно случаться, просто там нужно обновление этой жидкости и раз в 30-40 лет надо менять систему отопления полностью, чтобы она работала на уровне. Этим делом занимается система подоснования. Этим делом это дело должны оплачивать собственники квартиры, если принимать соответствующие решения. Домоуправление и исполнитель. Инициатор и тот, кто принимает решение, это вы. Это первое. Второе, систему холодного водоснабжения, да, иногда может быть имеет смысл промывать и дезинфицировать, но опять-таки я скажу так, что если у вас старые заросшие трубы, это эффекта не имеет, потому что в глубине этих наростах уже давно живет всякая живость, ее никак оттуда не выкуришь, менять трубы. Это первое, которое служили опять-таки 30-40 лет. Относительно вашего вопроса по отоплению, согласно латвийским нормативам, минимально допустимая температура в жилых помещениях 18 градусов. Поэтому, когда домоуправление отвечает вам, что 18 градусов это нормально, но оно ссылается на соответствующий норматив. Это первое. Второе, да, ваши дома, мы неоднократно в передачах говорили, отапливаются неравномерно, в силу разных причин, в силу замены радиаторов, не совсем правильной в силу каких-то нарушений в работе системы отопления. Для того, чтобы это устранить, чтобы, если у вас квартира 18 градусов и во всех остальных квартирах тоже было 18 градусов, для этого надо модернизировать систему отопления вашего дома. Привести в порядок трубопровода. Что, пожалуйста? Ну, в принципе, это самое, кто должен регулировать теплоузеление, регулировать обслуживающие теплоузеление. вы это не решите, потому что теплоузел подаст вам температуру, которая обеспечит вашей квартире 18 градусов, но при этом в тех квартирах, где более выгодные условия для отопления будет 22-24. Такая неравномерность теплоузлом не устраняется. Она устраняется путем приведения в порядок всей системы отопления дома. То есть нужно менять всем одновременно радиаторы, ставить их по проекту, ставить регуляторы подачи тепла и так далее, балансировать стояки, вот только после этого у вас у всех будет одинаковая температура. температура. ваш тезис о том, что зачем мне платить за тепло было 18 и стало 18, но если у вас плюс 18, когда на улице плюс 32, это один вопрос, а если у вас плюс 18 и на улице минус 32, то это другой совсем вопрос, поэтому вы и платите за ту разницу температур, которая создается между температурой в помещении вашем и на улице. Нет, это было до начала отопительного сезона, когда это сентябрь, октябрь, месяц, когда еще было, 18 градусов было. Но сейчас у вас тоже, как только начнется отопительный сезон, у вас минимально должно быть 18 градусов. Да, но должно быть минимально 18 градусов. Больше может быть, но в силу того, что либо у вас будет весь дом перетопленный, то надо уже исследовать ваш дом отдельно, дальше там в дискуссии это должно быть так. Взял термометр и пошел по всему квартиру. У меня такой вопрос возникает. Когда люди делают ремонт дома, они устанавливают радиаторы с сечением трубы 2-3 раза. Получается, что у них батарея горячая, а те, кто живет под ними, батарея холодная, потому что не хватает горячей воды. Вы правы, но этот вопрос нужно регулировать общей модернизацией системы отопления дома и приведения в общий порядок. Другого я вам предложить не могу. Тогда когда вы приведете всю систему в порядок, люди самостоятельно не будут ничего делать. Сейчас они тоже делают не от глупости, а от того, что им холодно, он в зал пошел, и поскольку контроля достаточно нет, он впилил большую батарею. Можете, и вы большую поставите. Еще ухудшить не факт от того, что если вы поставите большую батарею, что у вас что-то улучшится, может еще больше ухудшится. Да, так человек уже ремонт сделал, дверь вдруг не открывает, говорит, это моя собственность, и все, что хочу, переворачивание. Я ремонт сделал, перебил. Ну, немножко не так, поэтому я еще раз говорю, вам надо принять коллективное решение в доме, а потом уже обсуждать, что там человек сказал. Доброе утро. Вы знаете, много поживых людей и их детей, которые привыкли, что в советское время все делало домоуправление. Люди до сих пор не понимают, что это их собственность, не только квартира, но и дом. Надо каким-то образом или старшие должны воспитывать, своих жильцов, старшие по дому. Или, я не знаю, каким-то образом информировать людей, потому что многие привыкли до сих пор еще домоправление сделаете, и не надо платить. Спасибо. Спасибо. Я в этой отрасли с 96-го года и все время слышу и видел, и вижу вал информационных материалов и тома литературы и передачи показов о том, что это ваша собственность и как к ней надо относиться. И постоянно слышу один и тот же тезис, что людей надо воспитывать и кто-то их должен воспитать. Я боюсь, что уже воспитывать поздно. Да, ну и, наверное, нам уже поздно продолжать программу, потому что мне показывают, что время ее истекло. Огромное спасибо. Сергей Сидорко, председатель правления Центра консультации собственников квартиры Дома управления Бака-2, сегодня отвечал на ваши вопросы. До следующего понедельника, если пишите, если есть какие-то вопросы, на номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. Всего доброго, хорошего дня. До свидания. До свидания.